Воистину чудны дела твои господи, но прокуратура Уфимского района отказала в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Нигматьянова, несмотря на то, что лингвистическая экспертиза установила в высказываниях микроблогера возбуждение ненависти и вражды в отношении этнических групп. Но экспертиза оговорилась, что Нигматьянов возбуждал ненависть и вражду исключительно в адрес татар, башкир и прочих тюрков, являющихся сторонниками неких организаций. Судя по всему, вот эта оговорка и поменяла все для прокуратуры Уфимского района, прокуратура с облегчением выдохнула и не стала возбуждать уголовное дело. Но, позвольте, получается, что теперь можно безнаказанно возбуждать ненависть и вражду в отношении целых этносов или социальных групп, если оговориться, что их представители – сторонники или даже члены какой-нибудь организации. Так получается. Очень надеюсь, что прокуратура Уфимского района ошиблась в своем трактовании закона. Ведь, в конце концов, например, Единая Россия – это тоже организация, и Народный фронт – это тоже организация. Да даже сама прокуратура Уфимского района – это тоже какая-никакая, а организация. Вот давайте об этом задумаемся. Надеюсь, что найдутся здравые силы и здравые люди, которые переоформят свое заявление в Уфимскую прокуратуру, уже в органы надзора более высокого уровня, и все-таки добьются реального трактования закона в отношении господина Нигматьянова и всех его возмутительных высказываний в адрес татар, башкир и тюрков в целом. И еще немного из сферы национального самосознания и, как говорится, подсознания. Жители Баймака и окрестностей обратились на минувшей неделе с видеообращением к Владимиру Путину. Они слезно просят избавить жителей Башкортостана от радио Хабирова. Ну, не знаю, услышит ли Путин жителей Баймака и окрестностей, но хотелось бы им напомнить, с каким воодушевлением и 82-процентной поддержкой они избрали Хабирова на пост главы в 2019 году и, как неистово, они отплясывали всякие пляски около памятника Салавату Юлаеву с приходом Хабирова. И советую жителям Баймака и окрестностей подумать перед выборами в марте 2024 года, услышал ли их Путин, убрал ли он Хабирова.